Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Львира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как и почему рухнул столб на проспекте Ямашева. Вот здесь держался, а вот здесь он сжавый, давным-давно сжавый. К чему все это привело? Дважды сбили одного и того же велосипедиста. Подробности наезда на человека. И трагедия в Менделинском районе. В реке утонул пятилетний мальчик, оставленный родителями без присмотра. Это и не только. Прямо сейчас. Стоять больше не мог. На проспекте Ямашева столб рухнул на проезжую часть. Упасть на асфальт ему помешали провода. Он на них и повис. Но движение транспорта, особенно габаритного, было сильно затруднено. Из-за чего подломилась опора, очевидцы поняли сразу. Но что делать с неожиданным препятствием? И как продолжить свой путь? Пришлось поломать голову и показывать чудеса водительского мастерства. Для устранения дорожного хаоса на место происшествия прибыли аварийные службы. Что было дальше, расскажет Сергей Хайдаров. Вот здесь держался, вот здесь вот. А вот здесь он сжавый, давным-давно сжавый, видишь? Он просто ждал. Такого поворота событий водитель мусоровоза, говорит, никак не ожидал. Рассказывает, что двигался по улице Ямашево, пока в какой-то момент прямо перед его кабиной не провисли провода. На то были свои причины. После того КамАЗ протянул провода не по своей воле. Столб накренился и перекрыл едва ли не всю проезжую часть. Если легковые автомобили еще могли проехать, то для грузового и общественного транспорта это было настоящее испытание. Рабочим пришлось отключать напряжение и перерезать провода. Вскоре проезжую часть освободили, а для устранения всех последствий происшествия вызвали подъемный кран. Несмотря на серьезную опасность, никто из участников дорожного движения не пострадал. Кто будет оплачивать причиненный ущерб, еще предстоит выяснять. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Адель Мулахметов. Вызов 112. Сразу два автомобиля сбили одного велосипедиста на улице Вишневского. 32-летний молодой человек на двухколесной технике пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. Он ехал с середины дороги от разделительной полосы в сторону тротуара. По словам очевидцев, мужчина, вероятнее всего, был не трезв. 30-летний водитель автомобиля Рено не смог избежать наезда и сбил велосипедиста. От удара последнего отбросило на встречную полосу, прямо на едущий там в этот момент Хендай. В результате ДТП велосипедист с переломом левого бедра и ушибом мягких тканей головы был госпитализирован в больницу. Не справился с управлением и спустя секунду оказался на асфальте. 34-летний водитель мотоцикла на проспекте Победы упал вместе с байком прямо во время движения. По предварительной версии автоинспекторов, причиной всему стала неправильно выбранная скорость движения. В результате молодой человек получил ушиб левого предплечья, его госпитализировали прибывшие на место медики. Столкновения с другими участниками дорожного движения не было. Байк получил незначительные повреждения и был эвакуирован с места происшествия. Вместо урожая – озеро нефти. На повороте в село Ильбухтино в Тукаевском районе столкнулись грузовик и форт Фокус. В результате ДТП водитель КамАЗа был госпитализирован с травмой позвоночника. Пострадали и пассажиры легкового. После столкновения КамАЗ опрокинулся и тонны нефтепродуктов вылились на хлебное поле. Айрат Назипов расскажет, кто теперь будет возмещать ущерб и аграриям, и экологиям. Версия автоинспекторов такова. 29-летняя женщина, управляя автомобилем форт Фокус, не предоставила преимущества грузовику, из-за чего машины столкнулись. КамАЗ опрокинулся в кювет. Нефть разлилась на поле, засеянное озимами, загрязнив 150 квадратных метров земли. С самого утра сотрудники Камской строительной транспортной компании, водитель которой был участником ДТП, ликвидирует последствия. Рассыпают специальные средства, которые как губка должны впитать нефть. Чистим территорию и все. Сказали чистить. Каков ущерб, подчиненный фермерскому хозяйству и экологический вред, нанесенный окружающей среде, пока не подсчитано. С места аварии отобраны пробы почвы. Результаты будут готовы в течение 10 дней. По закону возмещать все предстоит Камской строительной транспортной компании. Они несут ответственность за перевозку, транспортировку опасных грузов. Пролив произошел не по их вине, однако загрязнение окружающей среды произошло по причине разгарметизации автосцерны. За данное нарушение компании грозит штраф от 40 до 80 тысяч рублей. Расследование административного дела продолжается. Если предприятие в суде сможет доказать свою невиновность, то возмещать весь ущерб придется водителю Форд Фокуса. Айрат Назип, Эльмира Гайнудинова, вызов 112. Въезд в набережную Челны сегодня был перекрыт из-за опрокинувшегося на бок большегруза, груженного щебнем. Содержимое кузова 22 тонны камня высыпалось на проезжую часть, переградив проезд. Перед происшествием грузовик не сталкивался с другими транспортными средствами. Что же тогда стало причиной аварии? Альбина Менебаева спросила. По предварительной версии водитель грузовика ехал из Менделеевска. В Челны автомобиль опрокинулся из-за того, что мужчина не справился с управлением. В результате аварии тонны щепня высыпались на дорогу, разлившиеся после падения машины топлива с мыли пожарной. МАН полностью перекрыл въезд в город. Содержимое кузова начали грузить в привывший. На место второй большегруз остальные водители вынуждены использовать дорогу-дублер. На то, чтобы перевернуть машину, потребовалось несколько минут. На время работ пришлось перекрыть обе полосы движения. В результате аварии водитель грузовика получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Мужчину госпитализировали. Водитель в шоком состоянии был. Но он больно не рассказывал, просто говорил, что его подрезали. Наехал на поребрик и все, и пошло, машина повело и лег, говорит, сразу. Водитель автомобиля МАН, мужчина 1977 года рождения, управляя транспортным средством, совершил наезд на бордюрный камень, в результате чего совершил опрокидывание. Виновников случившегося установят автоинспекты. Видеорегистратора в кабине не было. Альбина Минебаева, Эльмира Гайнудинова, вызов 112. Пятилетний мальчик утонул в реке Мензелинка. Трагедия произошла накануне в поселке Канонерка. По словам очевидцев, трое детей играли у опоры разобранного моста. Один из них сорвался с высоты и упал в воду. Дети пытались удержать ребенка, но безуспешно. После того, как позвали на помощь взрослых, отец одного из малышей нырял, но найти утонувшего не смог. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело ребенка через 2,5 часа на глубине 4 метров. В настоящее время по факту гибели ребенка следственным органам следственного комитета Российской Федерации по Республике Тарстан проводится доследственная проверка. Тело направлено на экспертизу. По результатам проверки будет принято профессиональное решение. Методы воспитания 42-летней воспитательницы одного из детских садов Казани рассматривали сегодня в Ахитовском районном суде. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Ненадлежащее исполнение обязанности работникам образовательной организации, угроза убийством и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Таким образом, уверены следователи, она наказала 4-летнего мальчика за нежелание спать. Согласно заключению судебных психолога-психиатрических экспертов, ребенку была причинена серьезная психологическая травма. Нафиса Минязова оходит дело. Можно ваше мнение вообще узнать? Без комментариев. Но вы согласны вообще с обвинением? Свои методы воспитания подсудимая 42-летняя Гульнара Аль-Мухаметова комментировать отказалась. Как гласит уголовное дело, эти самые методы у нее были не совсем законные. Следователи установили, она в ноябре минувшего года, будучи воспитателем в детском саду, завела детей на тихий час. Однако один из них, 4-летний мальчик, не спал. И, как посчитал женщина, мешал спать другим. Тогда она сначала начала душить ребенка подушкой, затем била его руками и связкой ключей. Но и этого ей показалось мало, она заперла малыша в служебном помещении. Обо всем этом ребенок рассказал родителям, когда они заметили странности в его поведении. Уже позже родители ребенка выяснили, что с детьми в этом учреждении не всегда церемонились. Ну, со слов потерпевший, там имеет место предпорушение, там какого-то ребенка. Там 0,5,5,5,5,5,5. Голову пробили, сейчас ДРКБ лежит. Процесс проходит в закрытом режиме из-за соблюдения интересов несовершеннолетнего. Сегодня на судебном заседании огласили обвинительное заключение и опросили потерпевшую. Страна потерпевших также отметила, что в скором собирается подавать иск на возмещение морального вреда. Подсудимая же начала настаивать на том, что не виновата. Подсудимая свою вину изначально, хоть и частично, но признавала. Однако только до того момента, пока у нее не сменился адвокат. Сейчас она с обвинительным заключением категорически не согласна. Следующее судебное заседание назначили на 6 июня. Там планируется допрос свидетелей. Написали меня, Завадель Мулахметов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.